Приветствую вас и, прежде всего, хотел бы сказать следующее. На самом деле проблема заключается в том, что вы возлагаете на себя ответственность за то, в чем вы, собственно говоря, не виноваты. Почему? У девушки с предыдущим парнем были проблемы. Но проблемы есть у каждой пары. Проблемы есть абсолютно у всех. И надо думать, что есть такие все пары, у которых нет проблем. И другое дело, что далеко не каждая пара распадается только потому, что у них есть сон. И ваша девушка, она сама решила уйти к вам. Она сама решила уйти от другого пара. Да, вы начали действовать, но вы не могли бы сделать ничего, если бы она этого не хотела. А значит, у нее внутри самой согрело решение относительно того, что тот парень ее не устраивает. Дальше. Вы, безусловно, рисовали себе образ этой девушки. И, безусловно, этот образ этой девушки, он у вас как бы отличался от того реального образа, который есть. Это прямо вытекает из того, что вы пишете. А пишете вы, что девушка оказалась вредной, что девушка оказалась в куче недостатков и так далее. То есть, вы не так хорошо ее оставили, как можно было. Ведь она была для вас запретным плодом. Вы этот плод, можно сказать, получили. Вы ее завоевали и теперь вы увидите воочию, как она действительно, что она из себя представляет. И вам это не понравилось. И нет ничего плохого в том, что вы не увидели, не поняли сразу, что это за человек. Это абсолютно и целиком и полностью нормально. Другое дело, что будет очень плохо, если вы сейчас, руководствуясь вот этим вот чувством вины, будете продолжать с ней отношения только потому, что вы чувствуете себя виноватым. Я думаю, что именно в данной конкретной ситуации вам нужно поступить честно. То есть, сказать девушке о том, что прости, дорогая, но нам с тобой дальше не по пути, я тебя не люблю или что-то еще в этом роде. Почему вам нужно это сделать? Потому что вы уже сейчас сомневаетесь, она сейчас также сомневается, вы несчастливы и она тоже несчастлива. В противном случае, думаю, не было бы самого факта, самых обстоятельств, которые вы описываете. Что касается того парня, то тот парень, если он с ней общался, если он как бы знал ее хорошо, он также и знал, что это за человек. Он знал, что, например, его поведение и сам факт отношений, которые у них были, чреват тем, что девушка уйдет. Почему? Потому что, если девушка эгоистична, если она вредная, если она засыплена как бы на себе, то при отношениях на расстоянии и при ссоре, ну, очень большая вероятность, что она такого мужчину бросит. Ради своих собственных желаний, ради своей собственной выгоды. И вам в этой ситуации, опять-таки, нести ответственность не за что. Но, тем не менее, несмотря на отсутствие именно вашей вины в том, что вот вы сделали, есть определенные проблемы у вас. Есть определенные проблемы именно с вашим восприятием ситуации, которая случилась. А именно, эта проблема заключается в том, что вы хотели быть с той девушкой, которая по каким-то внешним компетенциям вас привлекала. При этом, вы эту девушку, как таковую, видимо, знали не очень хорошо, недостаточно хорошо, раз потом выислилась, да, что она вредная, эгоистичная и так далее. А это значит, что вы спешите немного в отношения вступить. И вот спешите, не узнав человека как следует. Соответственно, возникает вопрос, а чем продиктована ваша спешка? Почему вы спешите? И вот, наверное, какие-то определенные ваши желания, ваши потребности, заставляют вас спешить. Заставляют вас терапить. И вот нужно понять для себя, какие это желания, какие это потребности. Какие у вас были мотивы торопиться вступить с девушкой в отношения, не узнав ее как следует. Потому что эти потребности вы на данный момент не осознаете. И вы, если не осознаете их, то, возможно, очень большая вероятность, что ситуация, которая с вами сейчас случилась, она повторится. То есть для того, чтобы ее исключить в дальнейшем, вам нужно понять, что заставило вас, собственно говоря, поспешить вступить в отношениях к этой девушке. Какой мотив? Что это может быть? Это может быть желание завоевать конкретную девушку. Это может быть смутвердиться. Это может быть как-то купировать свою неуверенность в себе. Может быть что-то еще. Это можете знать только вы, или можно разбираться с этим на приеме, так сказать, на консультации личной. Но факт тот, что определенные проблемы у вас есть, и вот их как раз-таки, и нужно эти проблемы решить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в Суличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.